Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге пророка Божия из Акииля. И сегодня мы будем делать обзор пятой главы. В этой главе содержится 17 стихов. В данной главе продолжается возвещение судов Божьих, причем не менее ужасных, которые стремительной силой обрушатся на иудейский народ. Ибо если Бог судит, то Он всегда побеждает. Далее. Разрушение Иудеи и Иерусалима представлено здесь знамением волос. Которое надлежало состричь, сжечь и развеять. Об этом с первого по четвертый стих. Толкование данного знамения применительно к Иерусалиму. Иерусалим обвиняется в грехе, который послужил причиной данного разрушения и заключался в презрении к Божьему закону. Об этом с пятого по седьмой стих. И обвинялся в восквернении Божьего святилища. Об этом одиннадцатый стих. Ему угрожают гневом, великим гневом, об этом с восьмого по десятый, и разнообразными несчастиями. Стих двенадцатый, шестнадцатого по семнадцатый. Которые станут для народа позором и крахом. Стих тринадцатый по пятнадцатый. Итак, первая подтема. Разрушение Иудеи и Иерусалима представлено здесь знамением волос, которое надлежало состричь, сжечь и развеять. С первого по четвертый стих. И мы читаем первый стих. А ты, Сын Человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев, возьми себе, и вводи ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Возьми себе острый нож. Экзегеты предлагают нам такое объяснение. Бог запретил мужчинам в Израиле брить бороду, и подстригать волосы на голове. Книга Левит, девятнадцатая глава, двадцать седьмой стих. Эта заповедь была затем специально подтверждена для священников. Левит, двадцать первая глава, пятый стих. Сбривая бороду, мужчина навлекал на себя позор. Впрочем, такой поступок мог быть также знаком глубокого траура. И культурно-исторический комментарий сообщает. Бритва бродобрея в некоторых переводах исходное древнееврейское слово переводится здесь не как бритва, а как меч. В угорицком языке это слово обозначает острый инструмент для разрезания жареного мяса. Бритва достаточно точно передает смысл этого термина. Выбор слова «меч» вероятно был продиктован использованием меча вавилонянами, чтобы осрамить и поразить Иерусалим. Итак, то, чем они хвалились своими длинными бородами, теперь они должны были пережить стыд, потому что внешнее никак не соответствовало внутреннему. И далее мы читаем со 2 по 4 стих. «Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы, но и из этого еще возьми. И брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев». Пророк Иезекииль должен обличать свой собственный народ во время войны. Конечно, это выглядело как действие коллаборациониста, но Слово Божие выше человеческого патриотизма, ибо принципы теократии всегда превозносятся над ней. И то, что надо поступать с этими волосами таким образом, свидетельствует о том, что наказания будут многообразные. они не будут соответствовать чему-то одному. Они будут касаться очень многого. «Но из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне, оттуда выйдет огонь на весь дом Израилевых». Это предсказание о гибели именно Иерусалима и о гибели храма. То есть святыни Израиля, Божьи святыни, они не помогли Израилю, потому что только внешне они соответствовали как бы предписаниям закона Божия, но их внутреннее состояние было крайне испорчено. Далее идет подтема «Иерусалим обвиняется в грехе, который послужил причиной данного разрушения и заключался в презрении к Божьему закону». Об этом с 5 по 7 стих. И мы читаем 5 стих. «Так говорит Господь Бог, «Это Иерусалим, я поставил его среди народов и вокруг него земли». Здесь говорится о том, что Иерусалим был поставлен Богом как бы некой горою в окружении других, более мелких гор, как бы центр мира, центр земли. Но состояние людей, которые там жили, было очень низкое. Хотя они были тогда единственным народом, который соблюдал верность Богу, исповедуя принцип монотеизма, единобожия, их нравственность была очень низкая. И как известно, на что я часто обращаю внимание, со своих избранных Бог спрашивает всегда значительно строже, чем с обычных людей. И вот эти слова, я поставил его среди народов, к этому выражению, о чем сообщают экзегеты, в значительной степени восходит понимание Иерусалима именно как центра земли. Это как бы некая вершина земли. В античности, и тем более в средние века, Иерусалим на географических картах изображался в центре Вселенной, как некая возвышенность. Преподобный Ефрем Сирин пишет, «Все Иерусалим посреди языков, положих его, и все грады окрест его». На основании всех слов некоторые полагали, что Иерусалим находится посредине земли, как сердце посредине членов. Ибо из Иерусалима вышел закон, «Который заповедям своим подчинил все народы в той или иной степени. И в Иерусалиме воздружен и крест, который своими благодеяниями покорил все концы земли». То есть это некий такой пуп мира. И концепция первого мира, концепция второго мира, концепция третьего мира она повторяет не только положение той или иной страны, той или иной столицы, но указывает и на ошибки, которые повторяются от первого Рима ко второму, от второго к третьему. Далее шестой стих. «А он поступил против постановлений моих». То есть сам этот город, Иерусалим. «Нечестивее язычников и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него». Здесь этот центр духовной жизни обвиняется в том, что нечестие хуже, чем у язычников. «И жизнь, нравственность, мораль» все хуже, чем у народов, которые вокруг него, то есть которые не принадлежат к народу Божию. «Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают». И действительно сейчас мы имеем много обвинений по отношению к первому Риму, почему он не сохранил своего достоинства, ко второму Риму, почему он пал под натисками агарян, и к третьему Риму, которого сокрушило безбожие, атеистический коммунизм, то, что хуже, латинских заблуждений и агарянского нашествия. И давайте посмотрим, что говорится в первом послании Петра, 4 глава, 14 по 17 стих. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться с суду, с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? По посещаемости воскресные дни храмов Россия и Сербия стоят на очень низком уровне. Другие стороны значительно выше, даже Британия. Там где-то 30% в сравнении с 17% то, что имеем мы, и даже ниже. И если мы страдаем за веру Христову, это одно, а если мы страдаем за собственные преступления, это совсем другое. об этом и пишет Петр в первое послание, 4 глава 14 по 17 стих. И если мы сами спровоцировали агрессию против нас самих, это не то, что принесет нам Божие благословения. Далее говорится, «Посему так говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете, постановлений моих не исполняете и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас». То есть иногда народ Божий ведет себя плохо не только по отношению к Божьим законам, но и даже к тем нравственным принципам, которые сохраняются и среди язычников. Ибо без табу, без законов не существует ни одно человеческое сообщество. И вот эти слова, и даже не поступаете и по постановлению язычников, которые вокруг вас. Смотрите, что сказано в послании к римлянам, 2 глава, 14-15 стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законной делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». То есть даже безбожные племена придерживаются нравственных принципов, которые всеяны в них. Это естественный нравственный закон. Но мы иногда, провозглашая себя народом Божьим, нарушаем Божьи заповеди, плюс живем хуже, чем окрестные язычники. При этом заявляем, что хотим их спасать. Это все крайне нелепо и нечестиво. Количество абортов в нашей стране или в той же Польше, в Италии, в других странах, все будет не в нашу пользу. Поэтому по отношению к нам прямо можно применить слова «врачу исцелися сам», то есть прежде чем исцелять мир, займись собственным здоровьем. Ему, Иерусалиму, угрожают гневом, великим гневом. Иерусалим, как я часто объясняю, это образ церкви. И вот стих 8 по 10 говорится о угрозах Бога по отношению к церкви в применении этого текста из Икииля к нашим временам. И мы читаем 8 и 9 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот я против тебя». То есть иногда Господь выступает против церкви. В книге «Откровение» Анна Богослова есть послание к семи церквам, которые символизируют как считают многие экзегеты семь периодов христианской церковной истории. И каждый период Господь критикует. Для каждого периода истории церкви есть обличение. Поэтому самоконсервация, что мы выглядим хорошо, у нас всё нормально, это признак духовной прелести и самообмана. «Посему так говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобой то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости». А ранее мы прочитали, что суд начинается с народа Божия. Да, суды Божии придут на всю Вселенную, но суд начинается с народа Божия. В толковой православной Библии говорится, «Неслыханному безбожно будет соответствовать неслыханное наказание». Здесь весьма ощутительно видно, насколько для пленников была чем-то неслыханным гибель наций. Для завоевания Иерусалима и Вавилонского плена здесь кажется слишком сильное выражение. По-видимому, не соответствующее другим. Можно разуметь разрушение Иерусалима при Тите и Андриане, и едва ли этому последнему пониманию может помешать соображение, что иудеи тогда не были уже народом Божьим, и что они наказывались тогда за новый уже грех – отвержение Мессии. Народ и грех его нельзя так дробить по эпохам. Здесь обращается внимание на то, что, скорее всего, это все относится к церкви, потому что, когда Бог говорит о наказании народа Божия, а Иерусалим – это образ церкви, прежде всего, здесь говорится о тех судах Божьих, которые в истории происходят по попущению Божию против христиан, которые имеют имя как бы живы, на самом деле мертвы. Десятый стих. «Зато отцы будут есть сыновей среди тебя» – то есть, будет такой голод в осаде, «и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам». Указание на то, что отцы будут есть сыновей, а сыновья отцов – это указание на то, что будет крайняя жестокость между молодым поколением и старым поколением, между старым поколением и молодым. Они как бы будут пожирать друг друга, и мы это видим, когда носители одной идеологии крайне враждебно относятся к носителям другой идеологии, а разобщение происходит даже не по партийным, а по возрастным принципам. Далее Иерусалим обвиняется и в восквернении Божьего святилища. Это 11 стих, и мы читаем 11 стих. «Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя». Толковая Павловская Библия обращает внимание на то, что это относится в меньшей степени к евреям, но больше именно к христианам последующих времен. И особенно последнего поколения. Но это началось и с Иерусалима в древние времена, в которой жил пророк Иезекииль. И апостол Павел писал, что все, что было с ними, с евреями, это в образах для нас достигших последнего времени. то есть наказания будут великими. И если сами древние иудеи не оказались способными принять Христа в его первом пришествии, церковь в период апостасии окажется неспособной подготовиться к его второму пришествию. ибо апостасия, как я часто объясняю, процесс отступления от веры возможен только в церкви. В миру апостасия невозможна, если кришнаиты отступят от Кришны, ну и слава Богу. Поэтому процесс апостасии возможен для тех, которые пребывали в истине и не уберегли ее. Далее. Ему Иерусалиму угрожают гневом и разнообразными несчастьями. И мы читаем 12 стих. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. Аллегорическое столкование может быть такое. Язва – это ереси. Та или иная язва – это ереси. Они разъедают тело церкви. Голод – это недостаточность слова Божия в жизни христиан того или иного периода. Как и у пророка Амоса сказано, будут ходить от моря до моря искать Слово Божие и не найдут. И Христос говорит, не хлебом единым жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Меч – это гонение со стороны внешних или внутренних, когда возненавидят друг друга, будут убивать друг друга то, что называется гражданской войной. Самое страшное преступление, когда люди одной крови, одной веры восстают друг на друга. Далее говорится о том, что эти люди станут для народа позором и крахом. То есть все окружающие народы будут показывать пальцем на евреев, как показывали на советскую Россию и говорили, вот они разрушили храмы, вот они отказались от Библии, вот они уничтожили своих священников, и смотрите, во что они превращаются. И мы читаем 13 стих «И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь, и узнаю, что я Господь говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя». И суды Божьи, они никогда не происходят случайным образом. Например, та же Вторая мировая война и участие России – это попущение Божие. Блокада Ленинграда, этой колыбели революции – это наказание Божие. Читаем далее 14-й, 15-й стих и ниже. «И сделаю тебя пустыней и поруганием среди народов, которые вокруг тебя пред глазами всякого мимоходящего. и будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда произведу над тобой суд во гневе и ярости и в яростных казнях. Я, Господь, изрек сие». Любое попущение Божие – это и согласие Божие на то, что мы переживаем во время тех или иных катаклизмов, военно-политических, природных, социальных и так далее. 16-й и 17-й стих. «И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас и пошлю на вас голод и лютых зверей и обесчадят тебя». То есть дети будут уничтожены. «И язва и кровь пройдет под тебе и меч наведу на тебя. Я, Господь, изрек сие». Голод, мы уже определились, это не только физически, но и духовный голод прежде всего. Бесчадие возникает от безотцовства. Когда дети пожрали отцов, прежде всего духовных, уничтожили их, расстреляли, сожгли, утопили, то мир начинает терпеть полный крах. И блаженный ироним Стридонский пишет, что лютые звери посылаются на землю пустынную, опустошенную голодом и мечом и язвой, это доказывают и настоящие времена, когда домашние животные, собаки с бешенством бросаются на тело господ своих, и земля наполняется медведями и волками, и всякими другими родами зверей, а прохождение язвы и крови по ней означает болезнь и меч. Ироним правильно делает, что он относится к своим временам, а это уже христианские времена, это V век. «Но и ваш Иерусалим», воскресает он, как бы обращаясь к будущим временам и памятую древние, «посылаются лютые звери, когда мы предаемся страстям иукоризнам совести и сознанию грехов, которые мучают и терзают дух наш. Раздоры, ереси, разделения, соревнования, зависть, уныние, злословие, худые пожелания, краснолюбие, которые искорен всех зол. Вот лютые звери, когда они являются у нас, то мы заслуживаем того, чтобы услышать накажет тебя упорство твое». Это уже отсылка к пророку Иеремии. И действительно Бог попускает, что звери восстают из нас самих, нападают на нас. Как и в Третьей Ездре сказано, женщины будут рождать чудовищ, и мир будет сам пожирать себя, сам изничтожать себя. И блаженный Ироним, относя это к древним временам, к настоящему для себя времени, то есть к времени христианскому, он это обращает и в будущее. Объяснение одно, если не покоритесь воле Бога, не смиритесь под Его руку, если не перестанете жить хуже язычников, вас настигнут все эти кары и все эти наказания. Итак, сегодня мы сделали обзор пятой главы книги пророка Изакеиля. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем делать обзор шестой главы этой книги. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых передачах и беседах. Продолжение следует...